МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рубрика «Потребители еженедельника» Народная газета рассказывает о популярном летнем прохладительном напитке квасе. Квас обладает приятным освежающим вкусом, но полезен далеко не всем. Как рассказывает член Национального общества диетологов Ольга Деккер, в квасе содержится довольно много углеводов, что не очень полезно, особенно для людей, страдающих с сахарным диабетом. Но все же у напитка есть и полезные свойства. В квасе содержатся витамины В1 и Е, аминокислоты, ферменты и микроэлементы. Однако у кваса повышенная кислотность. Его стоит исключить, если у вас есть камни в почках, заболевания печени, гастрит или язва. Еще со времен СССР квас закрепил за собой первенство самого популярного летнего напитка. Стоил он в те годы совсем недорого. Литр кваса продавался всего за 12 копеек. Ну и, конечно же, до сих пор квас является незаменимой заправкой для окрошки еще одного популярного летнего блюда. Газетный разворот с рубрикой «Стиль» помогает подобрать модные солнцезащитные очки на лето 2021 года. На улице установилась теплая солнечная погода, поэтому врачи-офтальмологи предупреждают, что в такое время необходимо защищать глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, носить солнцезащитные очки. Сегодня в тренде оправы большого объема, привычные авиаторы, с тонировкой стекол в стиле 90-х годов прошлого века, оправы лисички, деревянные спортивные модели. Добавляйте такой яркий и модный аксессуар в свой летний стайл. К региональным журналам июньский номер детского ежемесячника «Симбек» знакомит своих читателей с доброй женщиной. Так называется сказка актера Ульяновского областного театра «Кукол» Вячеслава Вишенина, посвященная заслуженному работнику культуры Ульяновской области Людмиле Каргиной. Рубрика «Жильный растений» сообщает о том, что огурец, кабачок и тыква – это вовсе не овощи, как мы привыкли считать, а самые натуральные ягоды. По мнению ботаников, плоды с большим количеством семян и сочной мякотью, покрытые плотной кожистой оболочкой, называются именно ягодами. Соответственно, и арбуз тоже считается такой себе нехилой ягодкой. Рубрика «Любознайки» рассказывает о том, какие животные больше всего любят поспать. Коала вне конкуренции. Она спит до 22 часов в сутки, просыпаясь только для того, чтобы перекусить. На втором месте царь всех зверей – лев. Он спит по 20 часов в сутки. Интересна особенность тихого часа и у слонов. Когда стадо ложится спать, оно обязательно выставляет часового на случай, если спящих животных кто-то надумает побеспокоить. На вопросы «почемучки» отвечает рубрика обо всем понемногу. Какое озеро самое глубокое в мире – Байкал. Какая гора самая высокая – Эльбрус. Какое животное самое быстрое – гепард. А самое-самое древнее из ныне существующих – крокодил. А вот среди растений самое высокое и самое широкое дерево в мире – это секвоя. В России оно не растет, поэтому остается любоваться на него только с картинки. Раздел фразеологизмы рассказывает, что означает слово-сочетание «ходить гоголем». Рубрики «Раскраска» и «Головоломки» скрасят увлекательными активностями часы досуга. К национальным изданиям. Центральной новостью газеты «Канаш» на чувашском языке является проведение Дня Республики Чувашия. Ульяновская делегация Чувашской национально-культурной автономии также принимает участие в празднествах. Газета «Елгат» на мордовском языке рассказывает о том, как 19 июня стартовала 20-я международная экспедиция-фестиваль «Волга-река мира. Диалог культур ворских народов». Юбилейный этнокультурный форум организован Федеральным агентством по делам национальностей, Региональным министерством культуры, Национальной политики и Архивного дела Мордовия, Поволжским центром культуры финно-угорских народов и Межрегиональной организацией мордовского народа. К районным изданиям. Заметка газеты «Родина Ильича» Ульяновского района «ГТО против ковид» сообщает о том, что пандемия не стала помехой для тех, кто привык поддерживать себя в хорошей форме. 18 июня в рамках недели здравоохранения в Ишевке состоялся тематический марафон. Журналист Наталья Андреева на страницах Старомайнских «Известий» собрала вкусные рецепты кулинарных блюд на лето. Именно летом доступно огромное количество овощей, фруктов, зелени, различные сочетания которых каждому новому домашнему лакомству придадут особый аромат и вкус. Обозреватели здания «Новое время» базарно-сэзганского района Мария Андреева рассказывают об успехах района. Еще на год старше стал базарный сэзган. Время неумолимо движется вперед, не стоит на месте и жизнь поселки. Продолжается газификация населенных пунктов и водоснабжение социально значимых объектов. Развивается сельское хозяйство, продолжается строительство и ремонт автомобильных дорог. Благоустраиваются сельские территории и активно реализуются нацпроекты. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Журналист Михаил Росошанский рассказывает читателям о том, как Ульяновская область в очередной раз приняла участие традиционной физкультурно-спортивной акции «Всероссийский Олимпийский день». На праздник спорта вышли тысячи жителей региона. На центральном городском пляже чествовали самых активных в пропаганде спорта, физической культуры и здорового образа жизни. Здесь же прошли впервые состязания по борьбе на песке. За награды состязания спорили представители вольной и греко-римской борьбы, а также самбо. Кроме борцовских поединков, на центральном пляже разыграли награды соревнований по гиревому спорту, пляжному футболу и волейболу. Параллельно ФОКе лидер в Заволжье прошел хоккейный марафон от рассвета до заката. Портал Медиа 73 сообщает, что в мае и первой половине июня цена на сезонные овощи в регионе выросла аж до 50%. Министерство агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий пояснили, что существенное подорожание картофеля, моркофеля и капуста связано с пандемией коронавируса и неурожаем картофеля в прошлом году. При этом специалисты отметили, что в Ульяновской области цены на овощи средние в Приволжском федеральном округе. По данным Ульяновскстата, сегодня килограмм картофеля стоит в среднем 49 рублей. Капуста белокочанная 33 рубля, лук репчатый 32 рубля, морковь 67 рублей, огурцы 92 рубля, помидоры 103 рубля за килограмм. За год большинство сезонных овощей прибавили в цене от 15 до 30%, не считая моркови, приобрести которую в июне 2020 года можно было за 34 рубля. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменно обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего всхода информационных грядок уже через неделю.